Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Навина. И сегодня мы будем читать третью главу, в которой рассказывается о том, как израильтяне переходят через Иордан. В христианской традиции проход сквозь Черное море – это символ крещения, а проход через Иордан – это очищение на пути в Царствие Божие, при вхождении в Него. И мы читаем с первого стиха и ниже. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от сетим и пришли к Ордану. Он и все сыны Израилевы и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели поста, но и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». То есть тот опыт, который обретает человек, входя в Царствие Божие, что символизирует земля обетованная, это опыт, который он приобретает впервые. Поэтому здесь очень важно делать все точно и правильно, а в том числе и в культовых вопросах. Как отец Павел Флоренский говорил, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу. Это был новый опыт для этих людей. Он оправдывал исход из Египта, потому что исход предлагает приход в какое-то место, ради которого совершается исход. «И сказал Иисус народу, «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Народу надо осветиться, потому что они достигли цели. Исход не может быть без цели. Исход в никуда невозможен, он не оправдан. А вот цель перед их глазами. Им надо очиститься, перейти Иордан и войти в эту землю, где обитали Авраам, Исаак и Аков. И судя по их стоянкам, которые они делали, особенно Авраам, они намаливали эту землю. И вот то пространство, через которое евреи будут входить в землю обитованную, там были стоянки Авраама. Итак, Иисус говорит народу, «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус, «Возьмите ковчег Завета Господня и идите перед народом». Священники взяли ковчег Завета Господня и пошли перед народом. Казалось бы, если происходит вторжение в землю, которая населена агрессивными людьми, спереди должна идти армия. Но здесь мы видим больше упование на Бога, поэтому спереди несут ковчег Завета, в котором скрижали Моисеевы, расцветший жезл Аарона. «Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег Завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Господь хочет укрепить авторитет Иисуса Навина чудесами и знамениями, точно так же, как Он укреплял авторитет Моисея среди народа. При входе на центр Иордана должны были остановиться. Иисус сказался нам, Израилевым, «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего». И сказал Иисус, «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев, Эхитеев, Иевеев, и Ферезеев, и Геркисеев, и Амариев, и Фусеев». Семь народов Ханаана, которые символизируют собой семь смертных грехов. И вот ковчег Завета Господа всей земли. Тоже очень важная мысль. Иисус Навин не говорит, что Господь есть, а Господь только Эра Цесраэль. Как Раф сказала, это Бог неба и земли. А Иисус Навин говорит, что Господь всей земли, то есть вся планета принадлежит Ему. Это очень важное представление о Боге, потому что язычники считали, что есть много богов, есть бог евреев, есть там бог ферезеев, Гергесеев, Амариев, Ефусеев и так далее. И есть пределы господства этих богов, которые совпадают с границами этих народов. Но это не так. Бог есть владыка всей земли. Он правит и на небе, и на земле. Вот ковчег Завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых по одному человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеной. Казалось бы, Бог не говорил об этом Иисусу на вину. Но Господь ведет диалог не только с помощью слова. Господь ведет внутренний диалог со своими пророками, научая, наставляя их через видение и откровение того, как все будет происходить. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег Завета Господня пред народом, то лишь только несущие ковчег Завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Причем в этом месте Иордан разливается до двух километров. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники, женевшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. И так происходит явное чудо. Народ проходит по водам Иордана как по суше. Нечто подобное было при выходе еврейского народа из Египта, когда Черное море раступилось, и народ тоже прошел по суше. Это было явное чудо. Посмотрим, что значит город Адама, то, о чем мы прочитали в тексте. Несмотря на то, что сыны Израиля переходили возле Иерихо, внимание обращается на город Адама, который находился на левом берегу недалеко от притока Ебок в районе современного моста Адам. Именно там Яков переправился через реку, возвращаясь на родину из Падан-Арама от Лавана. Там проходила известная дорога из Гелада. То есть это было какое-то селение, которое носило имя первого человека. И для евреев было важно об этом помнить. Итак, мы сегодня окончили чтение третьей главы книги Иисуса Новина. В следующий раз будем живы, Господь позволит, будем читать четвертую главу этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok